бежим бежим круто ну тянет нормально автоматически сматывает нет никакого стопа она сама вырубится я на таком умею летать друзья представляете теперь у меня еще и лебедка есть которая же такую штуку тащит но это же просто невероятно unbelievable здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта сейчас будет ролик как научить летать управлять лебедкой оператора тренируемся на кошках вот отважная кошка я кошка оператор туся какая хорошенькая тоже ничего выпускающий отважный готов? ты будешь если что орать благиматом стой 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 беги 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 ползи 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 наша верная машина и лебедка парашютик все готово поля поля на аэродром нам разрешили терзать сегодня потому что парапланилисты не летают скоро дождь пойдет вот оттуда идет фронт через два часа закапает но два веселых часа у нас есть сейчас поржем вот так, да? да, все правильно слушай, значит теперь делаем и ступенчатую затяжку летал ступеньками где-нибудь? хорошо, то же самое то есть над лебедкой я тебе говорю приготовиться разворот разворачиваешься в начальный момент будет рывок 6 килограмм а потом вообще будет 2 килограмма на тросе будет легко разматываться и соответственно летишь в эту сторону держась ровно по оси полосы может быть немножечко видишь ветерочек оттуда чтобы если трос вдруг ты отцепишься чтобы он не улетел на дорогу, например ну над дорогой или левее дороги и так вот потихонечку мы несколько раций сделаем закинем тебя повыше ну командой разворачивайся рация у тебя висит, ты ответить не сможешь, да? отлично, все доброго пути ох, волнуюсь я ты точку ноль поставил, Атуся? нет, я же никто же не сказал, что делать а давай поставим, я сам не помню, как это делается так, стоп и сеть в зерухе ну я думаю, что для зерухе нормально оп ес все, вот у нас зеруху друзья, чтобы начать буксировку на этой лебедке нужно поставить вначале ноль то есть вот мы мытали 10 метров трос, составим ноль оп да, подтвердить поехали, поехали по полосе аэродрома по аэродрому по аэродрому взлетает мой планер шляхер он взлетает за 380 метров вот конец 400 400 400, ровно 400 метров у нас конец асфальтовой полосы ну да не так уж и плохо хотя должен быстрее дальше у нас пошла грунтовка 905 хороший 907 907 метров отлично друзья ну вы смотрите моими глазами вот стоит припул а, вот режим работы все, Туся, посмотри надо было просто повнимательнее вот режим работы текучи лебедки припул, преднатяг да тейков пул это можно будет нажать значит 27 килограмм на тросе 92 ватт расход энергии 28 градусов мотор 49 градусов 46 контроллер а что-то прям не дует действительно штиль ты можешь стоять хоть вечность ждать подходящих условий как только побежишь ну, дальше старт будет в автоматическом варианте вон, колдун встал ну, колдун уже даже в вашу сторону встал там что там у вас? прием ветер, хвост а, это, видимо, поток сходит посередине хвост и в гриву охотники твоих кабанов стреляют охотнички постреливают у нас по кабанам вы тут аккуратно ну, это стреляют тут у нас на Малом Арамбре охотнички бах-бах-бах котлеты потом будут режим ожидания в лебедке получается вот режим написан анвиндинг размотка на которой усилие на тросе 6 килограммов расход энергии 22 ватта ну, в общем, все это может спокойно так ждать бесконечно перед тем, как затянуть его я нажму припул тогда сменится режим на припул появится 20 килограмм тяги вот здесь стоит 69 килограмм тяги то, что я ну, планирую дать максимум то есть, когда произойдет взлет в автоматическом режиме готов стартовать все, сейчас сдаем тягу так, я нажимаю припул оп все, стартовая тяга можно взлетать пока, видишь, ничего не происходит мы сразу увидим как только поменяется мощность побежал побежал 45 килограмм взлетный режим смотри, в автомат все все автоматически мы даже ничего не трогали все, набирай потихонечку ой, отцепился а зачем ты отцепился? так, осматывает она сматывает? автоматически сматывает так, а стоп, наверное, надо? нет, никакого стопа она сейчас сама вырубится вот это вообще все плохо я отключу, если что все, очень страшно, но достаточно безопасно ну, плохо, плохо то, что в кусты все улетает сдувает, да в самоцепку в подвеску усаживаться а, садиться на старт все хорошо нам нужно только отъехать ну, мы теперь просто еще раз да, еще раз размотаем трос и все ну, что плохое произошло все хорошо наоборот нештатный режим отработка нештатного режима посмотри, как все отработала техника да, техника отработала заматка отключилась, Игорь итак, вот что мы имеем у нас есть отцепка использовалась много лет но произошла усадка не знаю, может быть намокла она сел вот здесь тросик вот, который проходит внутри стал слишком коротким и стал слишком коротким и теперь чека не зачековывается полностью а только на самом кончике висит на самом кончике и если пилот пошевелится она происходит самая расцепка шевелился? Игорь это я шутка же нет, не шевелился? я бы летел даже усаживаю давай все давай нормальную отцепку вот, друзья я еще думал какую-нибудь качественная отцепка производства фирмы Sky Country безотказная подожди, подожди ты куда? под какую руку тебе вешать ее? вот все то же самое что у тебя даже, кстати, разгонники есть видишь? это если параплан старый можно разгонники сделать я тебе могу больше тяги поставить но мне кажется, нормально было не, нормально было после тут просто ты какое-то время добавилась тяга да, только когда ты немножечко пробежался врубается стартовый взлет сначала у тебя тяга take off pull а потом pull то есть сначала у тебя только тяга там для взлета 70% то есть не 70 килограмм а 50 чтобы ты тут не накосячил если даже упадешь чтобы тебя тут как ту зигрилку не порвало потому что я же тебя не вижу ну проверяем давай отцепка вот видишь здесь вот липучечка сделана мягенькая немножечко чтобы отчека сама по себе не выпала отцепка сделана идеально я уже сколько отцепок со своей жизни повидал считаю, что все прекрасно здесь в этой отцепке и скользкая веревочка она более новая у тебя веревочка уже не скользкая а здесь смотри какая персик не веревочка а огонь ну смотри тоже чека со всем кончиком торчит она не двигается она не двигается она нормально торчит на серединке если что-то не двигается надо ВД-40 если не двигается оно должно а если двигается то не должно то примотай скотчика изолентой все прекрасно все вот сейчас прелестно все все мы поехали да лебедка отработала на сто процентов жена тоже на сто процентов кто стоит на программе в программе стоит подожди брейкинг подожди нужно что не нажмешь она сейчас в точке торможения в нуле все пока не размотается сто метров ничего не будет происходить все это не так просто то есть поясню еще раз когда лебедка когда трос почти в нуле кнопка при пулу ничего не загорается потому что нужно вымотать хотя бы 40 метров троса как только 40 метров троса вымоталось вот эти кнопочки станут активными а так режим режим торможения включен то есть это конечно не очевидно про это надо рассказывать я вам рассказываю может когда-нибудь сделаем нормальную инструкцию сейчас мы разматываем трос 130 ватт идет ну усилия небольшой размотки 2,6 килограмма но 130 ватт идет спокойно батарейку если вам нужно зарядить батарейку можно поставить хотя бы те же 60 килограмм вы бы сейчас просто зарядили бы полностью батарейку но нам это не надо у нас она на 73 процента заряжена попытка номер два я думаю что жена уже должна тянуть не 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 хочешь еще один раз мне нет ты сам ну я жену обучаю она ну смотри все вот мы приехали все у нас хорошо да все хорошо при пилоту спросить стоит анвендинг надо чтоб встал припул нажать на припул один раз ну что готовы я дам преднатяг подопытный готов даю преднатяг нажимаю смотри припул поняли появился преднатяг вот они появились 20 килограмм все в любое время может стартовать когда ему понравится стартует смотри крыло вышло хорошо вот тайков пул продолжается все пул но он разбегался на вот теперь 69 килограммов пошел пошел хорошо пошел хорошо пошел а 69 килограмм тяги наверху присутствует какой-то ветерочек это немножко чувствуется ну и собственно все хорошо фастпул фастпул кнопка остается это типа дать еще парку то есть 125 процентов будет вот когда он выйдет над нами я ему скажу на анвинин перейдем пока еще лети 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 я тебе скажу когда разворачивается пока жди еще лети на лебедку приготовились разворачиваться можно вот тяга сброшена ну сейчас она есть оп все 6 килограмм 2 килограмма все теперь он летит всего лишь 2 килограмма в попу его тянут прекрасно но при этом лебедка прошла через режим ревиндинг это как бы преднатяг при развороте по ветру чтобы трос там не провис еще что то как только трос начал выматываться потом было 6 килограмм а потом сейчас вот 2 1 и 7 и 2 1 и 7 2 это все настраивается пусть и меня слеп не кусают что я могу сделать ну ты смотри чтоб меня не укусили я смотрю на экран ааа хорошо зарядка идет двадцать двести ватт идет в лебедку ой слепник слушай злые такие 9 метров в секунду вымотка троса идет ты ему скажи позаворот когда захочешь занят пока ты когда до старта долетишь в любой момент разворачивайся когда захочешь вот хорошо все вот я ему дал тайков пул вот теперь тяга пошла хорошая все и в твою сторону сошел похоже поток так что сейчас мы тебя быстренько затянем повыше чтобы ты понимал на тебя идет 69 килограмм можешь посмотреть какая скороподъемность ну отлично значит все хорошо лебедка летит работает при этом прекрасно как вы видите пилот летит тоже прекрасно температура контроль на 57 градусов а какая критическая не помню сейчас пока лети лети я тебе скажу когда можешь разворачиваться о друзья посмотрите на каких машинах к нам приезжают собак сейчас можешь немножко побольше троса вымотать на день над речкой развернуться вот он разворачивается я ему даю припул оп и все опять у него 60 килограмм сейчас пока 45 часов пошла тяга уже рабочая то есть весь цикл повторяется сначала то есть есть преднатяг 45 килограмм там есть преднатяг припул потом есть тяга тайков пул 45 килограмм и полная тяга все прекрасно можно пролистывать это кнопочкой но минус какой назад кнопочкой нельзя пролистывать только вперед это могу дать только фаспул сейчас если хочу но не хочу ветерочек прям подумал о разворачиваемся включился контроль охлаждение надо глубочей уже хватит долететь угу ну и сейчас разматывай прям долетай до горы практически оттуда развернешься и будете полная дистанция троса у меня много вот сейчас размотал только 800 метров и сейчас похоже у нас термик сойдет я тебя чувствую в этой итерации прям в термик засунул сейчас уже 1200 размотал 800 метров троса осталось лети там по максимуму карамбру у меня еще 700 метров троса 500 метров троса ну уже пора разворачиваться давай-ка разворачиваться ну вот сейчас тебя закинет уже в космос вот видно что ты дошел до слоя где дует ветер потому что скорость мотки упала сейчас 7 метров 2 и 2 метра 4 4 то есть так медленно трос уже мотается 3 киловатта расход энергии ну что ж друзья финишная стадия затяжки расход энергии упал то 3 киловатта то 4 киловатта то 2 киловатта около от 3 до 6 метров в секунду скорость мотки прет вверх сейчас скороподъемность может спросим а какая скороподъемность у тебя сейчас понятно ну что и хочешь еще одну итерацию чтоб космос или хватит тебе ну хорошо я тебе тогда сейчас дотяну и выключу ну и отцепишься здесь сброшу тягу немножко на отцепке ну килограмм до 50 до 48 все можешь отцепляться прям под нагрузкой отцепляйся под тягой там придется дернуть ручку тебе дергай все идет смотка троса к нам с космоса везет парашютик я не страшно сейчас мотается 20 метров в секунду скорость мотки ну круто тогда ну вот он параплан в космосе и парашютик все за там 50 метров до до ровно 50 метров до точки ноль все это пришло в медленную фазу контроллер 45 градусов ну все да ну туся теперь ты оператор на сертифицированный да я тебя сертифицирую если что-то пойдет не так слушай ну ничего не делать и видела в принципе все происходит прекрасно в принципе ключевое слово чудеса все происходит само собой только нету чувство контроля когда ты ручку дергаешь сам у тебя есть какое-то чувство что ты что-то контролируешь а тут она сама что с ней что этой электроники в голову взбриндит не страшно будешь тянуть будешь можете ну тебя страшно вытянуть мужа будешь буду будет этой штуке будет хочешь он прям прижимайся к склону в динамике полетай там целая стаеван орлов летит наш орел мы уже друзья домой приехали вот склончик по которому он летал видимо надоело завтракать захотел или слишком много было вчера кальвадоса мне кажется второе уже должно было укачать удобно конечно что можно вот так полетать на склоне приземлиться рядом с домом вот так закинуть во двор параплан бросить и пойти пить чай а мы сейчас будем заряжать батарейку нашей электролебедки вот от этой солнечных этих солнечных панелей здесь у меня установлена но номинальная мощность максимально пиковая 6 6 киловатт реальная где-то на 485 дают золотой ключик от нашего винного погреба заряжается батарейка потихонечку зарядное устройство мощностью полтора киловатта три с половиной киловатта мощность вырабатываем нашей солнечной электростанцией заряжается батарейка лебедки чтобы в следующий раз затянуть планер свифт ты готова отлично про приземление потом расскажешь да я бегу это не особо быстро почему ну вообще так ну я не бегун бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-б метров в секунду наверно сопротивление на нем всего два килограмма это просто праздник какой-то это вообще бомба классные вообще такие ощущения четыре метра в секунду сандалит 1700 абсолютная высота 1700 метров мы набрали километр над аэродромом вот так можно от грозы сбежать если что если вдруг гроза мы можем в таком режиме спуститься и не надо начинаю выводить его сейчас хорошо